Уважаемые слушатели, ведется вами видеофиксация судебного заседания? Давайте в целях, чтобы не было каких-либо недопониманий в судебном заседании, вы, пожалуйста, ваш мобильный телефон рядом с собой положите, который у вас имеется, и рядом тоже еще в кармане, чтобы не было вопросов. Иначе, к сожалению, будет решаться вопрос об удалении вас из дела судебного заседания, поскольку ходатайство у видеофиксации может заявляться стороной. Вы у нас слушайте. Слушатели, я вам открою секрет. Точно так же можешь сделать заявление о том, что он правит проводить видеосъемку. У нас открытое судебное заседание, но видеофиксация – согласие только. Мы еще сделаем свои заявления. В настоящий момент 5 минут перерыв в фойе. Присаживайтесь, пожалуйста. Светлана же, да? Зачем он наметает обстановку? Отойдите от меня. Что еще сделать? То есть сделайте, отойдите от меня. Что обстановку наметаешь? Наметаешь? Да. Тебе слово не давали. Сиди и молчи. Да что вы говорите? Да, именно так. Правда? Правда. Вы мне угрожаете? Где ты решила? Ну, а что значит сиди и молчи? Что и значит? Это в смысле я сиди и молчи? Это русский язык, знаешь? Нет. Да сиди и молчи. Тебе слово не давали. Отойдите от меня. Я что хочу, то и делаю. Правда? Да. Тебе нужно отойти. Ну, ну. В общем, нагрузка такая. А, что вы? Рассказали, что в прошлый суд проиграли? Мы еще его не проиграли. Проиграли. Если вы не заметили, иск был удовлетворен. То, что касается частично. Один из тысяч рублей удовлетворенный иск мы не смешили из меня. Засскали все судейные расходы, как минимум. Понимаете? Потому что я еще твои не заявила. Это я ведь. Я ведь. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вы что-то конца не знаете. Все сюрпризы, которые у вас ждут. Вы мне каждый раз говорите о каких-то сюрпризах. Я вот их жду и жду. Это я первый раз вам говорю. Три месяца. А вот сейчас узнаете один из сюрпризов. Я думаю, вы знаете просто. Резко заболели в прошлом суде на заседание. И почему вы мне клевещете? Я тогда я снимаю. Что за сказки? У вас сначала, наверное, доказательное. Да? Что доказывать? У вас что на страницах есть? Я... Все. Покажи. Отойди. Отойди. Покажи. Хамло. На страницах. Хамло это ты. Угу. А ваша контура это мошенники. Я это докажу. Угу. Есть и свидетели, и есть аудиозапись. О которой ты уже знаешь. Раззнакомилась с моей страницей. Или не так? То есть вы сначала обещаете людям бесплатные услуги, а в суде говорите, что это заплатно. Все же зафиксировано. Вот правильно, еще раз себя закрой. Прежде чем? Можно, пожалуйста? Он здесь очень хамит и нагнетает обстановку, оскорбляет меня. Вот одет меня. Я тебя оскорбляю и не кривищи на меня. Что? Не знаю, что-то она вот возмущается. Я хочу, чтобы этот гражданин от меня отошел и не ревелил меня. Хочешь, чтобы я отошел. Стою, никому не мешаю. Он хамит. Он хамит, оскорбляет меня. Как я вас оскорбляю? Мошенницей. Мошенницей? Да. Я сказал, вот именно все фиксируется. Я сказал про вашу контору. Доказательства. Отойдите от меня. Да не отойду я. Мужчины, не поставьте. Я к ней не пристаю. Не могли бы. Не могу. Ей неприятно пускать сядет. Что, я стою еще не мешаю, что ли? Я не собираюсь под нее подстраиваться. Где обидно? Кошмар просто. Еще председатель сюда сходи, пожалуйста. Сходи. Пускай попробуют выведут. У меня неприятности? У меня неприятности? Если будут неприятности, то явно не у меня. Просто она в таком роде. Да, да. Смотрите, видите, как она комментирует. Клиент зарабатывает себе клиента. Клиента зарабатывает, да. Потом проигрывает в них суды. Я проигрываю. Да, я еще ни одного дела не проиграл. Проиграл. Да, да. Вот. Свидетель стоит. А когда вы на триста и выиграть одиннадцать, это вы проиграли славу. А? Да? Ну, что вы говорите, женщина? О том, что женщина, она должна себя вести как женщина, а не позволять. Да я никому ничего не должен. Ну, так вот и молчи. Так молчи. 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 Вот именно. Сидит что-то, кого он ищет. Так я не знаю, что тут люди бросаются. Я особо одаренный, написано везде. А кто ударенный? Кто особо одаренный? Это что такое было? Уважаемая? Уважаемые. Уважаемые. Уважаемые, слушаю вас. Нормально вам обращаюсь. Да, только не надо для особо одаренных. Это вы где-нибудь у себя дома. Вы любезны. Пожалуйста. Здесь идут концерты. Здесь не работают. Я никого не трогаю. Вот у этого лежает разговор. Вы слишком громко разговариваете. Так не мне делайте замечания. Вот этой женщине делайте замечания. Мне это зачем вы обращаетесь? Я к вам вообще не обращаюсь. Ну и все тогда. Ну все. Сережа, вы говорите? Вот это в основном получается женщина набрасывается, а мужчина как бы вот за женщину. Молодец. То есть что-то в жизни нам полезное. Ну мы. Два рабы одни. Отложились. Ради чего? Для того, чтобы нас ограничивать в правах. Вот причина какая. Для чего мы сейчас вышли сюда? Опоздали на 20 минут. Перерыв непонятно, по какой причине сделали. И вводит заблуждение. Я тебе так скажу, что заявление о ходатайстве может быть любой желающий. На видеосъемку сделать. В том числе и слушатель. Перерыв окончен. Поведемте к экземенальному. Я попрошу устройство, которое у вас в кармане расположено, взять либо в руку, либо убрать. Мне так удалось. Я отхожу. Тогда, пожалуйста. Может не раздеться до головы. Нет. Я вас просто прошу, чтобы исключить вопрос о том, что ведется вами видеофиксация, либо не ведется. Презумпция не может. Не ведется. Хорошо. Вы утверждаете, что вы не ведете видеофиксацию? Хорошо. Итак. Личности у нас были установлены. Объявляется состав суда. Дело рассматривалось под представителем судей Зиминой при секретаре Акатовой. Уходатайство со стороны представителя ИСЦА имеется до начала рассмотрения дела по существу, пожалуйста. Ввести видеофиксацию ухода судебного заседания. Почему это необходимо? Я поясню. Я считаю, что фирма ООО «Кристалл», которая оказывает стоматологические услуги, занимается мошенничеством. Я зайду свидетеля в качестве доказательства и предоставлю аудиозапись того события, которое подтверждает факт мошенничества. Людям говорят о том, что там определенные перечень услуг бесплатные. Когда дело выходит в суд, они в суде начинают показывать прайс и тому подобное. Хотя четко все зафиксировано. Это у меня три клиента. Всех обманывают по одной и той же схеме. То есть приходят на бесплатную консультацию, на бесплатный рентген снимок. Потом там какие-то страховые условия говорят. Какая-то там федеральная программа. Айдент. Говорят, вот это будет бесплатно, вырвать зубы бесплатно, чистка кровь бесплатно. Вот это все бесплатно. Вот моему свидетелю на 178 тысяч на бесплатно насчитали. Понимаете? А здесь они потом будут говорить, что это плата. Ну как же, прайс же есть, вы же с ним ознакомливаетесь. То есть этому есть доказательства. И я хочу, чтобы люди знали, что вот эту фирму ходить не надо. Либо, крайне мере, знали о том, что там таким образом обманывают. Этот видеоролик я уже выложил у себя на странице о том, как обманывают. Отзывы можно почитать. Но я хочу, чтобы люди видели, как проходит процесс. Потому что то судебное заседание, которое было при председательстве Масловой, я считаю, что оно было проведено крайне некорректно с ее стороны. Да, видимо, не будем. Нет, я просто хочу донести, что все-таки она на тот момент запретила видеосъемку. Она удалила слушателя без каких-либо законных оснований, мотивировки и тому подобное. Более того, не выдала мне решение по моему требованию, результивную часть. Решение, которое мотивировано было составлено, было составлено с большим-большим опозданием. Отправлено по почте только аж 31 числа. Давайте, пожалуйста, к нашему делу. Да, да. Я просто вам обосновываю, почему мы должны лицезреть судей, которые выносят такие решения. Поэтому я прошу не запрещать. Это же ваше ходатайство. Я говорила относительно сегодня слушателя. Вы у нас участник процесса. Поэтому и нужно фиксировать. Потому что любой желающий с разрешения суда, председательства судебного заседания, в том числе и слушатель, может вести видеосъемку. Вот о чем и речь. Да. Все, я ваше ходатайство... На данный момент я свое заявляю ходатайство. Хорошо. Будет у него желание заявить такое ходатайство? Он это сделает. До начала, скажем так, рассмотрения по существу. Я прошу все-таки на весь период рассмотрения дела дать возможность фиксировать ход судебного заседания. Присаживайте. Спасибо. Итак, обсуждается ходатайство, которое заявлено стороной представителей СЦА. Мы возражаем, уважаемый суд. Мы уже говорили, я говорила ранее, данные видеосъемки используются на страницах в социальных сетях господина Мамайева с целью поиска клиента. Опять же, он ведет с помощью обмана, потому что там он говорит о том, что все суды выиграны у нас, были в одном процессе. Опять же, закон о защите персональных данных говорит о том, что только в согласии всех участников я против, что мои персональные данные, в том числе биометрия, мелькала на страницах данного гражданина. Конечно, мы против, мы очень против, мы возражаем. Далее, прошу оградить от оскорбительных высказываний, поскольку постановления, решения суда по делу о мошенничестве не существует, даже не существует такого заявления в полицию. Поэтому говорить о том, что мошенники, либо другие какие-либо оскорбительные высказывания в части участников процессов, недопустимы. Ваше пояснение понятно? Я могу, реплика. Что-то дополнить ходатайству у вас есть? Реплика. Значит, я хочу обратить внимание на постановление Верховного суда номер 35. Это как раз огласность и ведение видеосъемки. Все, что сейчас было сказано, утрировано, там нет об этом ничего. Я не хочу, такого нет. И усмотрение суды судьи здесь быть не может. Просто мы ставим в известность о том, что мы хотим производить видеосъемку, если веских причин нет. То есть у нас не закрытое судебное заседание. Я все-таки прошу удовлетворить и прекратить эту практику в октябрьском суде, когда запрещают видеосъемку. Слава Богу, сейчас в Ленинском районном суде разрешают. Присаживайте. Спасибо. Я надеюсь, что здесь будет то же самое. Уважаемый суд, мы считаем, что своими видеороликами и подписами к ним господин Ломает вводит своих клиентов, вводит физический кит в заблуждение. Поэтому мы считаем недопустимым. Присаживайтесь, уважаемые стороны. Последняя реплика. У меня 29 статья Конституции, часть 4, гарантирует право собирать любую информацию, передавать и каким-то образом ее использовать. Вот как раз, чтобы не было таких непонятных недосказываний, мы должны показать так, как оно есть. Присаживайтесь, пожалуйста. Суд определяет. Ходатства у представителей есть удовлетворитель. Данный свидетель подтвердит, каким образом клиентов, пациентов вводят в заблуждение. Каким образом заключается договор. Каким образом происходит осмотр пациента. Как заключается кредит на человека. Потому что, как правило, люди, которые приходят на бесплатную консультацию, рентген, они с собой деньги не приносят. Тем более, в таком количестве. Соответственно, там через всегда-да, это брокер, скажем так, кредитный, оформляют на разные кредитные организации кредит на этого человека. Причем этот человек даже об этом не знает. Вот это подтвердит этот человек. То есть это зафиксировано на аудио. То есть суд заключается в том, что под предлогом сообщите код с телефона, что вы здесь находитесь, а на самом деле в этот момент пытаются оформить кредит. То есть обманным путем оформляют кредит. Раз. Обманным путем вводят в заблуждение относительно перечня услуг и их стоимости. То есть вот этот свидетель подтвердит то, что я пытался неоднократно в разных судебных заседаниях говорить, вот у Масковой, которая меня, извиняюсь за вражение, затыкала рот. Так, уважаемый представитель, давайте не будем на другие заседания переводить. Я сегодня рассматриваю дело Кондрева. Вот вы точно так же с верной начинаете вести, понимаете? Давайте по делу Кондрева, пожалуйста. А я считаю, что это имеет значение. Да, это по Кондреву, но те обстоятельства, на которые я ссылаюсь, и те, которые также подали в суд, они взаимосвязаны, потому что это целенаправленно мошеннические действия, понимаете? Я понимаю, что нет на данный момент заявления, оно будет это заявление, но я на данный момент за правоохранительные органы собираю доказательства, потому что наша полиция не работает. Есть конкретные доказательства, есть конкретные свидетели. И у вас есть право вынести частное определение. Если при рассмотрении гражданского дела вы усмотрите признаки состава преступления и мошенничества, то суд может обратиться с частным определением, чтобы они провели проверку и установили, так это или не так. Но, как минимум, у меня есть три потерпевших, причем, я так понимаю, и два пожилые женщины, и вот молодой мужчина, который мы сейчас рассматриваем, даже его умудряются обмануть. И вот молодого человека, какого-то Распицына, который будет свидетелем, он тоже молодой, и даже его будет попытались обмануть. Скажите, пожалуйста, вы заявляете данного свидетеля, вот я поняла по обстоятельствам, как вы говорите, что введены в заблуждение клиенты, как заключаются договоры и так далее. У вас изначально подача искового заявления, она связана с мотивами введения в заблуждение? Это явилось основанием для отказа от последствий услуг? Или по факту-то вы в связи с чем иск оформили? Пожалуйста, давайте я поясню вообще предмет иска и почему, на мой взгляд, предыдущее судебное заседание в другом деле не рассмотрено по существу дело было. Значит, суть заключается в том, что человек, заключая договор, вносит предоплату, потом передумывает. Я сейчас не говорю, кто там что-то обманывает в заблуждение или не заблуждение, это отдельная история, это сложный путь, мы не идем по этому пути. Мы идем по пути, что человек заплатил предоплату, но услуги не получил платные, и, соответственно, расторгает договор и требует возврата денег. Вот весь предмет спора. Но в суд приходит ответчик и пытается в суде доказать, что этому человеку, который отказался от медицинских услуг, были оказаны услуги и были оказаны услуги на определенные суммы. Уважаемый представитель ответчика, давайте не будем перебивать, каждый выступает и будем с уважением относиться друг к другу. Представитель ответчика в суде пытается доказать, предоставляет, на мой взгляд, подложные документы, якобы, что есть какой-то акт выполненных работ, не подписанные со стороны моего доверителя, там, ИСА и тому подобное. То есть просто идет какое-то сочинение, показывает какую-то медицинскую карту, какой-то план лечения, просто идет какая-то фальсификация, хотя вот этот план лечения составляется еще до заключения договора, там ничего не согласовывается, там перечень услуг не оказывает, стоимости не оказывает. То есть просто вот и это, извиняюсь за выражение, судьи как-то вот это берут и оценивают. Есть определенный четкий порядок, понимаете? Договор заключается в письменной форме. Если он двухсторонний, там должны быть подписи обеих сторон. Ответчик в суде доказывает то, что предоставленные, допустим, либо обещанные услуги моему клиенту, доверителю, они платные вдруг в суде становятся, понимаете? Но человек их получал бесплатно. То есть он приходил на бесплатную консультацию, он приходил на бесплатный регент снимок. А в договоре, сюда они предоставляют документы, что они якобы там за полторы тысячи за консультацию, четыре с половиной тысячи за рентген, там восемь тысяч за профочистку, там вырвать зуб, там вот столько-то, столько-то, понимаете? Хотя вот это все другим людям обещают как бесплатное, в рамках протезирования. Вот вам для начала нужно подготовить ротовую полость. Вам нужно там то-то, 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 то-то сделать. Но поскольку у вас такой хороший объем работы, вот эти работы мы вас сделаем бесплатно. Вот. Человек на это соглашается, предположим, да? А потом по каким-то причинам он осознает, что он вообще, зачем он взял этот кредит на такую сумму? Он говорит, мне не надо это уже, понимаете? Ну да, какую-то часть услуг он получил. Там рентген снимок ему сделали, консультацию сделали. Может быть даже в этот же день зуб вырвали. Но это все бесплатно. Он за это не подписывался, понимаете? Правильно я понимаю, что того свидетеля, которого вы заявили, по вашему мнению, он сможет подтвердить, что часть услуг была обещана как бесплатная? Да, именно на потоке у них это есть. Они это делают в отношении каждого человека, который обратится. Поняла. Присаживайтесь, пожалуйста. Суд определил данное ходатайство обсудить после дачи пояснений уже по существу. Слушаем, уважаемые представители САП по доводам. Что у вас есть? Добавить, дополнить, что выиски изложены. На что? Обращайте внимание, пожалуйста. То есть обращаю внимание на то, что человек иногородний обратился в эту клинику по акции. То есть по какой-то причине ему позвонили, как-то достали его номер телефона и вот сказали, что у нас акция, приходите, мы вам бесплатно сделаем осмотр, консультацию, рентген снимок. То есть у нас люди любят все бесплатно. Понимаете? И вот почему, о чем вы могли знать заранее, что у тебя, какие проблемы есть с зубами и тому подобное. То есть многие люди идут на, условно говоря, бесплатную консультацию и рентген. Но дальше начинается самое интересное. Их туда приглашают не для того, чтобы предоставить им бесплатные услуги, а для того, чтобы в конечном итоге с ними заключить договор на оказание платных медицинских услуг. То есть это такая реклама, такой маркетинг у них, такой агрессивный способ заманить клиентов. Соответственно, дальше происходит следующая ситуация. Человеку делают осмотр, делают рентген снимок. И дальше уже менеджер этой компании совместно с доктором начинают рассказывать, какие большие проблемы у пациента. И что нужно сегодня это обязательно сделать. И самое интересное, что вам повезло, вы сюда пришли, а у нас как раз федеральная программа. Что у нас тут есть определенные скидки на услуги. Какие-то услуги могут быть даже бесплатно. Вот вы пришли, так-то у нас стоит, условно говоря, полторы тысячи консультация, там 3500 стоит рентген снимок. Но для вас это бесплатно, потому что именно сегодня, именно для вас. Ну вот это вот рассказ начинается. Дальше, соответственно, начинают рассказывать всю историю, что надо вот это сделать, вот это сделать. Это как вложение в капитальный ремонт дома, там, не знаю, в машину. То есть вот надо, ну, соответственно, взять кредит, как вам комфортно, значит, вот в месяц платить, чтобы вот, ну, люди находятся под каком-то воздействием эмоциональным, там еще каким-то. И вот они так или иначе соглашаются с получением вот этого большого перечня услуг, которые по большому счету надуманы. То есть там, ну, извиняюсь за вражение, вы послушайте, и следитель подтвердит, там ему 18 зубов насчитали. Ему насчитали на миллион, по-моему, 65 тысяч. ИСЦУ? Не ИСЦУ, а вот тому свидетелю. Нет, давайте пока подробно. Вот, данному человеку насчитали на 200, там, сейчас скажу так. Ну, указано вами 200. Да, ну точно, достаточно большая сумма, больше четверти миллиона. То есть молодой парень, вот. Ну, я понимаю, что у каждого проблема может быть зубами, может быть, как бы, и стоят эти услуги дорого, но в любой момент пациент может отказаться. Это предусмотрено законодательством. И такое происходит. Но они подсовывают договор, у нас люди юридически неграмотные, подсовывают договор, в котором написано, вот, если вы отказываетесь, просто отказываетесь, с вас удерживается 40 процентов. Это, по-моему, пункт 4.8 договора. Понимаете? То есть договор включен заведомо ничтожное условие договора, то есть которое противоречит статье 16 закон о защите прав потребителей. То есть это условие ничтожное. Но люди об этом не знают, и они ведутся, и они начинают обивать пороги, там, просить, там, всё. Ну, короче, идёт вот эта обработка. Все вот эти походы, они начинают как-то оформлять о том, что якобы они какие-то услуги оказывали, что-то делать. Понимаете? Идёт длительное введение в заблуждение, обман потребителей, психологический прессинг. У меня вот доверительница по другому иску, которая будет расплатиться, она заплатила деньги за расторжение. Пожалуйста, я прошу всё-таки в целях, да, экономии времени, суда и вас, пожалуйста, относительно истца. Да, давайте... Обращаю внимание, что люди совершают, на мой взгляд, очень глупые поступки. Почему они это делают? Я потом это понимаю. Когда они приходят домой, когда они осознают, когда они начинают разговаривать с родственниками, они понимают, что они взяли на полтора миллиона кредит, там, на четверть миллиона кредит. Они понимают, что не нужно им это. Не нужно. Во-первых, это дорого. Во-вторых, как это всё оплачивать? И они отказываются. И вот со всеми моими доверителями, чьи интересы я представляю, происходит точно такая же ситуация. Человек буквально на второй день пришёл отказаться. И всё равно они почему-то не вернули все деньги. Просто верните деньги. Это не ваши деньги. Почему-то 15 тысяч они решили удержать. За что? Вот мне просто будет интересно узнать, за что. Либо они сейчас какой-то ещё очередной акт нарисуют. Человек у них даже не появлялся. Вот он один раз появился у них, там, всё, и после того он ко мне обратился. Хорошо. Поясните, пожалуйста, в итоге, вот в настоящий момент, те требования, с которыми суду надлежит работать. Это, я поняла, что у вас допущена опечатка, да, как вы пояснили, что сумма по первому пункту – это 14 992 рубля 25 копеек. Далее моральный вред неизменно остаётся, да, 30 тысяч рублей. Да, я считаю, что это разумная цена. Хорошо. Далее убытки. Вы указали о том, что в судебное заседание, да, вы предоставите размер. Есть у вас уже сумма точная по требованиям по третьему пункту? Да, там есть график платежей по кредиту, и там каждый месяц вот это вот там тысячу, там столько-то, ну то есть, вот просто мы берём какой период с момента, как они отказали, и по моменту, как суд будет выносить решение, вот, допустим, два месяца. Вот эти суммы. То есть, в настоящий момент, я правильно вас понимаю, что вы самостоятельно размер убытков суду не оговариваете, просите его определить на дату вынесения решения? Да, на дату вынесения. Я вас поняла. То есть, это проценты, которые он очистит за то, что он взял кредит? Всё, я вас поняла ясно. Штраф, ну всё, вопросов более тогда не имеется. Теперь вот хотелось бы уточнить ещё такой момент. Есть ли у вас на руках договор, оригинал его, чтобы суд смог его обозреть, заверить, и всё-таки снял, наверное, ещё одну копию в материалы дела, поскольку здесь вот при ксерокопировании уже имеются такие, скажем так, нарушения самого текста, плохо читаемые в некоторых пунктах. Да, ну вот, скажем так, в том виде, в каком они там печатают договора, в таком они у меня и есть. Они тоже тут не очень качество, хорошее. Передаёте для обозрения суду? Да, да. Ну, тут у них стандартно, то есть люди приходят на бесплатную консультацию. Приложения, да, тут вообще нету, а как раз в пункте, на который вы ссылаетесь, содержится ссылка на приложение 1, это вот то, что желает удержать от речи, как я понимаю, да, в случае расторжения. Вот, что там, давайте тут познакомиться. Так, это договор сам. Ага, это договор. Так. Консультация врача-стоматолога-осмотр составления плана лечения 1,5. Ортопонография или нет, снимок 3. Оказано 4,500. Так, а у вас, получается, мне возврат 14,900, то есть ещё какую-то сумму было, вероятно? Они в суде, вот эту 4,500 не требуют. Ну, мы послушаем, представители ответа. Вот, не знаю, может быть, в этом суде мы достанем. Хорошо. И ещё, уважаемый представитель, поясните, вот, пожалуйста, значит, когда Кондарев Александр Александрович обратился в «Кристалл», значит, дата есть, когда он прибыл туда? Сообщал он вам? Конечно. Ну, вот я всю эту дату слушаю. А в день обращения договор, когда он подкопался? Всё, то есть, когда заключили договор, 5 апреля он прибыл? Ну, это одновременно. То есть, человек… Он вам сообщил, значит, по прибытию в итоге, что было, значит, скажем, какие манипуляции были совершены. Объясню. Значит, смотрите, до смешного. Я когда вот с ним разговаривал, мне, извиняюсь, было смешно. Он говорит, я, говорит, в туалет даже ходил с их сопровождением. Я говорю, можно я с женой поговорю? Они говорят, у вас есть 5 минут. Закрыли его в кабинете, и он разговаривал. Ну, с женой посоветовался, вот, кредит взять, вот это всё. И там через каждые 2 минуты заглядывал, вы поговорили уже, понимаете? Вот я говорю, да как? Вот если бы со мной так начали разговаривать. Я просто выставил за дверь. Просто вообще, как так может быть? Я объясняю. То есть, человек с момента, как заходит туда, к нему прикрепляется менеджер, назовём ему так, который ходит прям по пятам, понимаете? Ну, чтоб он, ну, пока ходит между кабинетами, не ушёл на улицу, чтоб клиента не потеряли. То есть, до смешного доходило, что ему ограничивали возможность поговорить с супругой по времени. Потому что супруга находится там вдалеке, она скажет, слушай, дорогой, ты что это? Это, я так понимаю, наверное, чуть позже, раз уже стали говорить о кредите. Это всё в день. Нет, вот я хочу просто хронологию понять. Значит, 5-го обратился, сказал, что вот, наверное, записан был, да, на приём, или он как вот пришёл? Ну, позвонили, договорились, когда он подойдёт. Ага, всё, оговорили, да, то вот 5-го апреля прибыл истец. Что, какие манипуляции, вот, меня интересуют, всё-таки были совершены с Александром Александровичем по его визиту? Стандартная манипуляция, он проходит, его провожают к врачу, он, ну, там делают снимок, он смотрит с менеджером, что-то там пишут. Ну, так сказать, набросок плана лечения, вообще какие проблемы есть, ну, это. Дальше уже его приглашают в кабинет там к финансисту, и там уже начинают с ним работать. То есть, начинают с большую сумму, понимаете, потом уменьшают, ну, идёт какой-то торг. Угу. То есть, ну, оценивают, как выглядит человек, есть у него деньги или нету денег. Хорошо. Это я поняла. А вот вы, заявляя иск, да, на полный возврат и говорите о том, что вот этим пунктом его ввели заблуждение и так далее, сообщите, пожалуйста. То есть, истец, когда обратился 5 апреля, он подразумевал, что, или ему было сообщено, что консультация будет первая, или там, может быть, не одна, даже бесплатно, или какие-то ещё виды услуг были бесплатны. Да. Угу. Смотрите, когда люди оговаривают вот эту сумму, точнее, когда они оговаривают сумму, которую вы готовы заплатить, они, по большому счёту, только на словах это говорят. Угу. Документально никак не оформляют. Вот просто говорят, вот вам такая сумма посильна, ну, сумма, говоря, там, допустим, четверть миллиона, вам посильна эта сумма? Он такой прикинул так, он, допустим, на 3 года там они как рассчитали, ну, допустим, 15 тысяч в месяц платить нужно. Он говорит, ну, в принципе, да, возможно. Но, что за эти четверть миллиона они будут конкретно делать, он не знает на тот момент. То есть документально это никак не оформляется. Да, на словах они говорят одно, но там они как во сне находятся, понимаете? А вот, когда по телефону ему позвонили, ему стали вот говорить о том, что вот предлагаем услуги, в тот момент-то говорили о том, что будет бесплатно, там, может быть, консультация или рентген снимок. Конечно. То есть по телефону, когда его еще пытались записать, да, на визит, ему сказали, что консультация и рентген бесплатные или что? Да, да. Это всем говорят. Это всем говорят. Я думаю, тут и работники суда уже получали звонки от этой клиники. То есть все прекрасно знают, что они говорят. Они приглашают на бесплатную консультацию. А еще какие-то услуги предлагали бесплатно или только вот эти две? Ну, смысл в том, что понятно, они там что-то потом предлагают, но сейчас вопрос не стоит об этом, потому что он в принципе ничего там не получал, кроме консультации и рентгенов. Ну, понимаете, вы же говорите о том, что ему подлежит вся сумма возврата, да? А ссылаетесь на то, что вот этот пункт договора он ничтожен, да, в силу положения. Какой вы пункт говорите? 4.8. Вот. И, соответственно, я хотела бы понимать о том, что если вы пытаетесь вот сообщить, что все-таки ввели в заблуждение, то вот в чем как раз таки заблуждение-то было? В том, что он полагал, что по крайней мере консультации, рентген-снимок, это будет бесплатно, однако потом с него эту сумму держали. Уважаемый суд, я прошу обратить внимание, я не говорю о том, что кто-то вводил в заблуждение предмет другой, я изначально объяснил, что здесь все очень просто. Для того, чтобы человеку оказать платные услуги, платные услуги, они должны быть прописаны, понимаете, и подписаны стороной. Все, что предоставляет суд ответчик, это все одностороннее, с их стороны, оно никак не согласован. Тот план лечения, который они хотят выдать за перечень платных услуг, которые отдельно в договоре прописаны, как приложение к договору, это не перечень платных услуг, это план лечения, который составляется до заключения договора, до определения объема работ, до всего этого, понимаете. То есть, с момента, как человек сидит в кабинете, стоит над ним доктор, менеджер, и они записывают это все. Причем записывают произвольно, там непонятно вообще, что конкретно делать. Даже вырвать зуб, у них разная цена, потому что разная стоимость. Там, чтобы вырвать зуб, в одних случаях нужно снять коронки, в других случаях не надо снимать коронки. Зуб бывает трехканальный, четырехканальный. То есть, у них большой перечень. Если бы они хотя бы какие-то коды ставили, чтобы человек понимал вообще, что вот в этом плане лечения на такую сумму. То есть, там о цене вообще речи не идет. Это просто набросок того, что как бы человеку нужно бы желательно в будущем полечить, понимаете. И человек платит деньги, не зная даже за что, просто предоплату. Она, как правило, не всегда совпадает даже с той суммой, которую они у них там прописали. Потому что, как они там поясняют, это может быть корректироваться в процессе. То есть, вообще не определен перечень тех работ, которые они должны делать. Это очень важно. И поэтому мы говорим, что человек, когда приходит, ему говорят сладкие песни. Но в итоге, даже если ему там что-то сделают, оно не оговорено как бесплатно. Потому что это делается все под соусом бесплатно. То, что вы такой счастливый, вам просто повезло. Джекпот выиграли, понимаете. И соответственно, человек делает, а потом по каким-то соображениям он понимает, что не нужно ему это. Ну, сделали бесплатно. Закон о защите прав потребителей говорит о том, что если не согласовались с ним платность услуги, то вы не имеете права требовать деньги. А если взяли деньги, то обязаны их вернуть. Понимаете? А они, получается, обманным путем оформят, якобы они сделали платные услуги. Люди об этом даже не знают, что у них получили бесплатные услуги. Хотя под соусом это все было бесплатно. Вот к чему вот этот акт, где 4 500 они пишут? Это для того, чтобы потом манипулировать ими. Понимаете? Потому что сказать, ребята, ну вот видите, вы же подписали. А люди находятся в какой-то пространстве. Но я сейчас не говорю о том, что это как бы вводят в заблуждение, не вводят в заблуждение. Я говорю о том, что люди просто отказываются в рамках действующего договора от услуги. Это предусмотрено законодательством. В одностороннем порядке. Дальше они имеют право не требовать оплаты услуг, которые они, предположим, оказали, но которые не были согласованы по цене, по срокам и тому подобное. То есть как бесплатные. А имеют право только требовать возврата, даже не возврата, а возмещения расходов. Понимаете? Вот стоимость услуг, возмещение расходов, это разные понятия. Ну, условно говоря, человек заказал протезирование, но потом отказался. А они уже сделали, там, заказали материалы, там, то-то-то. Суд они ничего не предоставляют о том, что они понесли какие-то расходы, какие-то затраты. Ничего не предоставляют. Они требуют оплаты услуг, которые их с клиентом не согласовывали. Причем по той цене, которую они сами решили. Скажите, пожалуйста, ваш клиент, он отказался-то от договора по какой причине? Не нужно ему это. Ну, вот, супруга, может, на него как-то повлияло. Он так и сказал, я хочу отказаться от договора, но мне деньги не возвращают. То есть он передумал по факту, да? Проводить какие-то... Да, да, просто передумал. Он говорит, вообще, почему мне надо уезжать, как бы, я иногородний, я военный, вот, все. Ну, передумал. Любой человек может передумать, понимаете? Просто я говорю, что, ну, так происходит, что, как правило, это происходит не у них в кабинете, а когда вот они уже домой приходят, посидят, посмотрят, блин, что такая большая сумма. Ну, я не знаю, под чем они находятся. Я прямым к текстам спрашивал, вы там пили что-нибудь? Я не имею в виду, там, чай это... У меня есть подозрение, что могут подсыпать что-то. Может, какое-то легионистическое программирование идет. Потому что, ну, ведутся даже и молодые, и, ну, жилого возраста-то понятно. Хорошо. То есть, вы полагаете, что, поскольку истец передумал, отказался, то какие-либо убытки возмещать второй стороне он оснований не имеет? Если они заявят в суд и докажут, что они понесли какие-то расходы, связанные с исполнением договора... Ну, я хочу вас обратить внимание. Я не знаю, почему там не обращают на это внимание другие судьи. Договор ни о чем. По большому счету, договор вот как раз об обследовании и рентгене. Все, там нету ничего, понимаете? Договор вот именно на вот эту вот, условно говоря, бесплатную консультацию и рентген. Но только почему-то как платный идет. Ну, почитайте очень внимательно все пункты. То есть, это договор именно на консультацию. Все остальное должно быть прописано, приложено приложением, согласовано с человеком, цена, сроки и тому подобное. Вашего доверителя ознакомили с планом лечения в первый день, когда он прибыл? Смотрите, они пытаются здесь выдать план лечения тот документ, который составляется до заключения договора. То есть, на коленках написаны человеком, то есть, там не указывается, что это приложение к договору, по времени он составляется, когда еще человек даже не принял решение, будет он заключать договор, не будет он заключать договор, на какие услуги, по какой цене. То есть, он вообще этим не владеет. Знакомили либо нет? Нет, вот этот черновик, который написали, да, они ознакомили. Вы-то ему предложили план лечения, по которому, я так понимаю, потом и цена определялась. Смотрите, его задача врача максимально написать. Написать, 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 написать. Ну, чем больше, тем лучше. Дальше уже с этим планом лечения человек попадает в кабинет, там, финансовому директору. Не знаю, не помню, как зовут. Ну, там, молодые девушки, все красивые. Ну, трудно отказаться, скажем так, от кредита и всего остального. И они уже с ним беседуют, ведут длительный разговор. Как вам удобно платить. Какая сумма для вас не будет... То есть, изучают вообще финансовую составляющую человека и подбивают уже тот план лечения под те работы, которые они ему будут говорить, что вот эти работы мы вам сделаем вот за такую цену. Пойдемте оформлять, понимаете? Но, вот этот план лечения, он не совпадает с тем, что они в итоге там, к чему они там договорятся, на словах. То есть, план лечения, это план лечения. То, что они будут делать, это совсем другое. Я вас поняла. У вас добавить еще что есть? Ну, в принципе нет. На мой взгляд, очень простое дело с точки зрения Человек отказался от медицинских услуг, верните предоплату. Все просто. Я вас поняла. Пояснение, если у вас более нет, присаживайтесь. Пожалуйста, вопросы к стороне. Уважаемый суд. Нету. Хорошо. Слушаем ваше пояснение в этом случае. Уважаемый суд. Никаких услуг в СЦУ не оказывалось. Никаких СЦУ не удерживалось. В ваш расчетный счет 6 числа поступили денежные следы в размере 212 тысяч 507 рублей 75 копеек. Это платежным поручением 321. Приложено оно в СКО РКБ банк. Были перечислены данные средства. Больше денежных средств. 312 507 рублей 75 копеек. Вот это дневная сумма. Больше других средств не приходилось. И численно не было. То есть оформленный кредит и как пользуются и спецкредитом мы не можем сказать. Может быть были какие-то денежные средства. Либо какие-то другие там услуги пошли. Ну и соответственно была получена претензия 12 числа, 12 апреля и 19 апреля. То есть ранее 10 дней мы выплатили эту же сумму, которая получена. 212 507 рублей 75 копеек. Сколько нам поступило, столько мы и оплатили. То, что доводы представителя ИСЦА о том, что были уплачены какие-то денежные средства за кредит. Но если мы посмотрим первый платеж 26-го, а 19-го числа денежные средства в полном объеме, которые поступили, они были перечислены на счет кредитной задолженности. То есть по идее там не должны быть никакие ни пения, ни штрафы по кредиту. Скажите, пожалуйста, а как у вас происходит вот оформление в случае, если клиент выбрал не путем собственных средств оплату, а путем заемных? Вот кто формирует заявку на кредит, сумму этого кредита? Уважаемый суд, мы не формируем ни заявки, ни суммы. Мы не являемся стороной дорогого договора. Мы не можем что-либо оформить. То есть, поясню, в помещении клиники находится представитель банка, то есть представитель либо всегда, либо представитель банка, который оформляет данные заявки. Но, как правило, сейчас это все оформляется онлайн. То есть не нужны никакие представители, не нужны это все оформляется онлайн. А сколько я знаю? Сумма договора, которую... Сумма договора была 254 тысячи рублей, но переведено было 212 тысяч рублей, 507 рублей, 75 копеек с банка. На что пошли другие остальные денежные средства? Я не могу пояснить даже, потому что это кредитный счет не наш, это кредитный счет из ЦА. Как он пользуется данным расчетным счетом в ходе кредитным, мы не можем никак это контролировать. У нас нет доступа к данным кредитным счетам. Так, я у вас выяснение приняла. Вы говорили о том, что певцу ничего оправданного не было. Не было? Да, потому что 5 числа был заключен договор, 13 числа уже поступило уведомление о расторжении договора. 10 дней, в течение 10 дней по 31 статье мы обязаны венуть денежные средства. Соответственно, нам зашли 212,507. 19 числа была оплата этой же суммы 212,507. Поэтому мы не совсем понимаем, это исковые требования каким образом сформировались. Опять же, никакие НИИ-4500 не были удержаны, никакие акты у них работ предоставлены не будут, потому что ничего не оказывалось и ничего не удерживалось. Вопросы, пожалуйста, представитель ответчика. Представитель ответчика злонамеренно, умышленно обманывает. Вопросы пока у вас. Вопросы есть? Скажите, пожалуйста, вот пришел к вам клиент, опишите процедуру, как оформляются вот эти предвидетельные средства. Вот прям как происходит? Вот клиент зашел, дальше его повели в финансовый кабинет. В какое отношение вы не требуете? Подождите, вопрос поясню. Я не буду отвечать. Мне нужно, подождите. Был задан вопрос, как происходит оформление кредита. Пожалуйста, ответьте, вопрос не снят. Как происходит оформление кредита, я не могу ответить. Мы не являемся стороной кредитного договора. Хорошо, следующий вопрос. Только что сказали, что он не может пояснить, и до этого такую тираду вы сказали, как это происходит. То есть вы определитесь. Вы определитесь. Либо вы не можете пояснить. Секунду, уважаемые стороны. Я, пожалуйста, прошу вас сейчас стадия вопросов. Уважаемый представитель СССР задает вопрос уважаемому представителю ответчику. Первый был вопрос задан. На него был дан тот ответ, который посчитал возможным дать представитель ответчика. Пожалуйста, следующий вопрос. Тогда я хочу обратить внимание суда на то, что ответы даются противоречивые. С одной стороны, представитель ответчика говорит, что он не может никак пояснить, как оформляется кредит. И в то же время, пару минут тому назад, он рассказал, как это все происходит. Вот я готов пояснить, и свидетель готов пояснить, как это происходит. И есть аудиозапись, как это происходит. Хорошо. У меня нет там никаких вопросов. Замечание ваше суд услышал. Еще вопросы есть к представителю ответчика? Вопросов нет никаких. Вопросов нет. Присаживайтесь, пожалуйста. Уважаемый суд, зачем отвечать на одни и те же вопросы? Мы говорим о представителе ИСЦА. По существу есть что-то у вас? Нет, присаживайтесь, пожалуйста. Нет, уважаемый. Итак, настоящий момент. Есть ли у стороны представителей ИСЦА копия кредитного договора? Тоже, к сожалению, не особо качественно переданы копия нам. Я поясню. Чтобы иметь в виду, какой у него договор, я поясню вообще, как это происходит. А есть пока для начала сам документ, чтобы я могла ознакомиться? Тоже плохая копия? Копия, копия. Ему не дают никаких оригиналов, их и быть не может. А может быть банк новую печатал какую-то копию? Банка там нету. Нет, я имею в виду, в отделении нет. Смотрите, у меня копия. Давайте я вам поясню, как это происходит. Угу. Человека приглашает, это все в клинике находится, все в клинике, в отдельный человек. Тот говорит там, ну, говорит там, Катя, вот, на такую сумму нужно. Ну, человеку, который там сидит за компьютером. Все, там Катя сидит, что-то там делает. При этом продолжается разговор, какие-то отвеченные, как, а чем вы занимаетесь, то-то, то-то. Ну, то есть, ну, вот, пока Катя там шуршит. Потом Катя говорит, вам сейчас придет смс-ка на телефон, сообщить ее, это в подтверждение того, что вы здесь находитесь, в клинике. А нет вопросов, сообщает, все. Кредит оформлен. Ставлю вас в известность. Кредит оформлен. Ну, это они выдают не как кредит, а как рассрочка. Понимаете, это нужно один раз услышать и заслушать свидетеля. Эта схема, на мой взгляд, чистое мошенничество. Это мое сугубо личное, но убеждение в этом, потому что это прямой обман. То есть, человек приходит с одним, а уходит с кредитами и без зубов. Секунду. У нас по факту сейчас какой момент происходит? Договор вы передаете, здесь сумма кредита обозначена 227 500. Указано, значит, в окончании договора о том, что тут вот есть торговая организация «Кристалл». Везде вот 227 500. Сторона ответчика передает платежное поручение о том, что вот ХКФ «Банк» перечислил «Кристаллу» денежные средства 212 507. Но внизу есть такое некое примечание написано. «Сокращение по КД список за приобретение товаров и услуг сумма 227 500. Зачет КОМ 14 992 25». Что такое зачет КОМ 14? Это вот как раз сумма, которую вы просите, да? Я разобрался. Я разобрался. Смотри. Для меня тоже это было как-то странно вообще, что это такое. Вот эта вот непонятная штучка, она идет и в предыдущем деле, и в другом этапе. Я когда начал разбираться, что такое всегда-да. Что такое банк? Это не банк. Это не банк. Это некая организация, некая платформа, которая посредническая. Кредитный брокер, назовем его так. Это организация, которая соединяет банки с продавцами. То есть продавец имеет договор с всегда-да. Это не кредитная организация, это посредник. То есть на основании договора со всегда-да клиника получает заемные денежные средства в счет оплаты их услуг. Там либо товаров, неважно. То есть вот эта функция, вот этого кредитного брокера, он просто делает заявку, ну, условно говоря, в 10 банков. Там, по-моему, даже 10 банков. Делает одновременно заявки в 10 банков. И где одобряют кредит, там они его и оформляют. То есть... Это вот комиссия всегда-да, получается, по вашему мнению? Какая-то, видимо, комиссия всегда-да за то, что им оказываются эти услуги этой платформой. Я поняла. Понимаете? Возможно, ну, в ту стоимость лечения они и это закладывают. Понимаете? А в договоре вы что-то увидели именно в кредитном по поводу вот этой вот комиссии на 14 тысяч, которую удержали? Ну, может быть, где-то есть бункт такой. Нет, конечно, это монета. Ну, с человека взяли полный кредит, все как положено. А уже что там, кто там, кому что переплатил, заплатил, это их отношения. Ну, имеется в виду, что вот полный кредит от 227 500 и вот из них идет, например, стоимость товара такая-то. Нет, нет, нет. Там стоимость товара указана 227. Обратите внимание. Я вот вижу стоимость услуги. Да. Из человека берут эту сумму. А то, что им там переводят всегда «да», это их личные отношения. Я вас поняла. Присаживайтесь, пожалуйста. Уважаемый представитель ответчика, поясните. Изначально, да, вот сам договор у вас был на 254 тысячи рублей. Из чего сложилась данная сумма? Уважаемый, у меня расчета данной суммы с собой нет. Я предполагала, что у вас станет такой вопрос. Я думаю, что сколько получили, сколько оплатили. Но при необходимости, конечно, расчет мы предоставим. Ага. Вот. Хорошо. А как так вот вышло? Может быть, вы знаете или вам сообщили сотрудники общества, что почему все-таки не в полном объеме была оплата договора от 212 всего либо там 227? То есть почему не на полную стоимость? Почему? Потому что вот эта так называемая, как говорит уважаемый представитель САР, срочка, вот она и включена. То есть если мы посмотрим сумму платежей вместе с процентами за кредит, то мы как раз таки увидим на эту сумму на 254. То есть клиника берет на себя обязательства... То есть 254 это уже, скажем так, с расходами на кредит? На кредит, на проценты. То есть клиника берет на себя обязательства, выполняя работы, оказывая услуги, своими услугами компенсируя вот эти проценты за пользование кредитными средствами. Вот отсюда оно и идет, вот эта разница в сумме. Сейчас уже для, понятное дело, уже несколько было судов, уже мы сейчас пишем, что стоимость договора 254, там столько-то получено кредитных средств, столько-то это вот за рассрочку именно вот эти денежные средства. У вас что-либо имеется по, скажем так, кредитным обязательствам, которые возникли между... Мы не совпадаем, мы не являемся стороной кредитного договора, конечно. И мы не знаем, какие проценты берет при оформлении... А как вы определяете сумму договора тогда, если вы уже в нее вкладываете проценты? На основании то, что предоставил нам клиент. То есть как происходит, когда клиент принимает для себя решение, что он будет брать заемные денежные средства, вы дожидаетесь, что он заключает договор, вам тогда что, предоставляет его копию или сумму какую-то называть? Уважаемый суд, как правило, не представляет копию. Они на обозрение представляют, потому что это не наш договор, скажем так. Он нам не нужен, мы его не прикрепляем к своему основному. Нам главный факт оплаты. Так просто, чтобы понимать, ну вот, грубо говоря, как Кондорев понимал, что ему нужно вот такую сумму кредита взять, вот именно 227,000. Вы приведете вообще. Вы озвучили, что вот 200,000, ну это я образно говорю, 200,000 лечения, остальное там расходы по кредиту, вот это складываем, на эту сумму надо взять кредит. Да, ну, нет. Сначала же сумма кредита, потом уже полиция. Смотри, правильно говорит представитель ИСАС. Сначала происходит осмотр пациента, да, доктор осматривает пациента, пишет план лечения, конечно, он пишет план лечения. На основании плана лечения, на основании действующего прайса на тот момент происходит расчет стоимости договора. Без плана лечения и без расчета невозможно заключить договор, потому что нам нужна сумма договора. Хорошо. Не все берут кредитные средства. Есть такая услуга, как приходишь, единоразово делаешь, единоразово оплачиваешь. Не надо все услуги Кристалла, давайте вот исключительно по ИСЦУ. Он пришел, составили план лечения, где план лечения, с какой суммой определили ИСЦУ? План лечения есть в карточке медицинской, это оригинал. Передавайте ее. Это оригинал. Ну, на обозрение, значит, если копий нет. Так, и чего тут, где сумма? На основании плана лечения делается расчет суммы. Где тогда расчет суммы? У меня с собой нету. Хорошо. Значит, расчет суммы вы сделали. Дальше? Дальше заключается договор. Угу. А вот как, вы говорите, да, сумма договора, она уже включает проценты. Угу. То есть, вот Кондореву сказали, например, стоимость услуг по плану лечения 200 тысяч. По идее, далее он что, заключает договор кредитный сначала? Конечно. На 200 тысяч или на сколько? Он заключает договор на сумму, которая… Просто я все-таки так и понять не могу. Вы сначала сказали, что стоимость уже договора в 254 тысячи включает проценты. Все верно. А как их тогда определить, если еще нету договора? Очень просто. Есть люди, которые изначально могут заплатить там 250 тысяч. Но мы говорим про Кондореву, а он уже решил взять кредит. Например, клиент озвучивает, что я не могу заплатить сейчас эти денежные средства. Ему предлагается, что… Находится представитель банка. Предлагается оформить кредит. При этом озвучивается, всегда озвучивается, что денежные средства, которые идут за проценты пользования, они будут включены в стоимость договора. Ну, то есть… Вы же поймите о том, что… Тогда хорошо, я должна понимать, что проценты это что, 14992, но это не проценты. Уважаемые люди, здесь я не могу подпросить. Здесь я все-таки предлагаю запросить банк, что это такое за деньги, куда они пошли. Потому что, ну, мне сложно… Мы не являемся стороной договора. Просто если бы было то, как вы говорите, то тогда было бы как-то попроще. Эта комиссия идет не нам. Я не знаю, куда она уходит. Хорошо. Либо в банк… Ваши, понятно. Вопросы еще есть к представителю-ответчикам? Вопросов нету. Вы просто видите, что какая-то идет путаница. Даже мы здесь не можем разобраться. Как может разобраться клиент, который находится непонятно… За что он платит деньги? Какие суммы он переводит? Угу. Я вас поняла. Итак, поскольку у нас сегодня предварительное судебное заседание, да, целью его является подготовка к основному судебному заседанию, что и у участников процесса есть относительно ходатайства, необходимости запроса, либо истребования, доказайтесь по делу, пожалуйста. Уважаемый суд, я все-таки считаю очень важным выяснить процедуру, кто, как, за что, каким способом берет вот эти деньги. Угу. То есть это всегда, да, должна здесь быть, но она должна не уклоняться, а предоставить договор с «Кристаллом», как это все происходит. Мы должны видеть, как это происходит. Почему вот эти суммы какие-то, кто, кто, кому, за счет чего они идут? Я правильно вас понимаю, что вы полагаете необходимым истребовать, по крайней мере, да, у кого, может быть, что я не знаю, у ХКФ, банк информацию, что это за зачет комиссии 1492, кому они перечислялись, на основании какого договора. Это считаете необходимо? Уважаемый суд, я считаю, что нам необходимо установить, каким образом оформляется кредит. Я же изначально сказал, что клиент их не обращается ни в какой банк, никак. Ни онлайн, ни физически, никак. Это все делает организация «Кристалл» через своего контрагента в лице «Всегда да», который уже у себя в программе, на которую они обучаются, то есть там как «Всегда да» работает, я у них на сайте смотрел, то есть они либо выделяют своего специалиста, либо обучают работника магазина там, или, допустим, их организации. То есть нужно выяснить, во-первых, кто это, извиняюсь, задержание, Катя была, которая вот это все делала, которая эсэмэски запрашивает у человека под предлогом, что в подтверждение, что вы здесь находитесь. Это работник «Всегда да» или это обученный работник «Кристалла» со соответствующим сертификатом, что он может этой программой пользоваться. Понимаете? Я еще раз хочу обратить внимание. Люди, которые туда приходят, они не заключают напрямую кредитный договор с банком. Это происходит через посредника, через кредитного брокера «Всегда да». Путем воздействия специалиста, не знаю, будет это «Всегда да», либо обученный работник «Кристалла», который это все производит. Причем это производит, на мой взгляд, немножечко некорректно, потому что люди думают, что они не берут кредит, они берут какую-то рассрочку. Вот этот вопрос нужно выяснить, потому что, ну, извиняюсь за выражение, за правоохранительные органы, давайте расследуем этот момент и покажем вообще, как это происходит. Потому что люди туда не берут кредит, как такой, они берут рассрочку. И свидетель это подтвердит. Я вот и запись это подтвердит. Я об этом всегда говорю. Мне в будущем деле рот затыкали, мне не давали возможности это сказать. Я надеюсь, что здесь все-таки я скажу. Понятно, что, может быть, к конкретному человеку это не относится, но абсолютно все зеркально. Вот эта схема, она работает. Какие в настоящий момент есть? Я считаю, что нужно привлечь в качестве третьего лица всегда да и хом-кредит, но не так, как было это сделано формально, который там даже, может, отзыв не предоставили, либо предоставили так, что как бы, ну, ни о чем, понимаете? Если вы говорите, что ваш работник это делает, так насадите фамилию, имя, отчество, мы его вызовем в качестве свидетеля. Кто это делал, понимаете? Бабушка там, семидесятилетняя, у которой страдает психическим заболеванием, справку предоставили на суд была, понимаете? Исследуем вот это обстоятельство, оно очень важно. В качестве третьих лиц всегда да и ХКФ-банк, истребовать у них информацию, вы полагаете необходимым, о том, что кем. Да, и установить обязательно, кто конкретно производит, каким образом производил оформление этих кредитов. И вызвать его в суд, допросить. У меня очень много вопросов к этой Кате. Может быть перекрестный допрос устроен между моим свидетелем и этим работником. Мы узнаем на основании каких документов она там действует. Присаживайтесь, пожалуйста. Обсуждается ходатайство представителя ИСЦА о привлечении в качестве третьих лиц всегда ДАХА, ХКФ-банк и запросы у них всех имеющихся документов относительно заключения договора между Кондаревым, ХКФ-банком, покупкой товаров в Кристалле. Мнение, пожалуйста. Уважаемые представители ИСЦА, не владеет видной ситуацией, незнакомых материалов не делается, всегда ДАХА здесь нигде не фигурирует, здесь фигурирует только ООХ и КБ-банк. То есть вызывать в качестве третьего лица всегда ДАХА, мы, наверное, не разрушаем. Вы в настоящий момент поясняете о том, что, скажем так, договорных отношений между Кристалл и всегда ДАХА, в рамках договора по оказанию платных услуг и кредитных услуг не имеется? Не имеется. Потому что, когда перечисляют всегда ДАХА, здесь стоит, в плательщике стоит всегда ДАХА. Здесь у нас стоит ХКБ-банк. Соответственно, ХКБ-банк, ну, его и вызвал в качестве третьего лица. Я прошу, если я не поняла, допомните что-то показать. Я, конечно, не следователь, у меня нет таких функций, полномочий, чтобы вот провести до такой степени расследование. Но у меня есть доказательства, что у них есть взаимоотношения всегда ДАХА, и проводится именно только так. Нету у них специалиста банка там, нету. Поэтому, если есть, прошу, предоставьте свидетеля, который скажет, я специалист банка такого-то числа, я с вашим доверителем оформила кредитный договор, вот моя подпись менеджера там. Я поняла вас, присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу обратить внимание, что мы должны выяснить, кто это делает. Это делает не банкир. Я не владею ситуацией, да я владею лучше вас ситуацией. Присаживайтесь, пожалуйста. Когда денежные средства причисляются от ООО Сегдата, соответственно, в платильщике стоит ООО Сегдата. Это я уже тоже не нужно повторять. Уважаемые стороны. Седанта не причисляет средства. Причисляет ту кредита, кредитная организация, которая... Все, присаживайтесь. Уважаемые стороны, давайте... Итак, в настоящий момент, с учетом имеющихся материалов и пояснений участников процесса суд определил привлечь в качестве третьего лица общества ограниченной ответственности ООО банк, запросить у них информацию. Что-то еще есть из пояснения участников процесса? Добавить, дополнить в рамках предварительного судебного заседания. Я предлагаю, чтобы не затягивать процесс, заранее направить во всех ДАДА запрос, чтобы они предоставили информацию, имеется ли у них договор с ООО «Кристалл». Если есть, то, соответственно, его предоставят. Мы тогда уже здесь его изучим. Что, чего и как, как у них эта схема построена. Договор какой? Договор о показании услуг, подсреднический услуг. Назовем их так, кредитный брокер. Я говорю, что они занимаются только одной деятельностью. Они состыкуют торговые организации, те, кто продают товары и услуги, с кредитными организациями и потребителями. То есть вот три стороны и вот эта интернет-площадка, которой покупатель просто так не зайдет, не воспользуется. То есть вы полагаете, что в случае, если этот договор имеет место быть, то именно эта комиссия была удержана, верно? Этот договор был заключен через эту площадку, которая имеет доступ только специальный человек. Либо сотрудник всегда да, либо обученный работник до торговой точки, который реализует товары либо услуги. То есть вот я покупатель, я прихожу в магазин, у меня нет денег. Магазин имеет договор всегда да, а всегда да имеет договор с теми всеми банками. И то есть я говорю, что вот я хочу у вас купить такой-то товар, они говорят, хорошо, сейчас мы вам подберем кредит. И обращаются в эту площадку. То есть вот я напрямую не ввожу никакие данные, ни на компьютере, ни на телефоне, ничего это не делают. Эту функцию делают всегда да и вот этот магазин. И эти деньги я вживую никогда не получаю. То есть они сразу идут в оплату туда. А какие там проценты, кто там за кому платит, мне неинтересно. Мне говорят стоимость товара, допустим, 10 рублей. Вот, все, вот вам 10 рублей перевели. Я вас поняла. Обсуждается данное хозяйство, пожалуйста. У меня уже озвучивали, что всегда да, здесь не имеет никакое отношение. И договор между всегда да и кристалл, для чего можем представить место, ознакомиться с ним. Но к данному делу не имеет отношения. Он всегда да. Если можно, я договорю. Если мы посмотрим, что кредитный договор заключен с ООО «ФУМ Кредит», в данном случае брокером, как называют его представители ССА, выступает ООО «ХКБ Банк», но никак не всегда да. Уважаемый суд, давайте я еще раз поясню, чтобы вас не вводило в заблуждение данный представитель. Договор заключен между банком и моим доверителем. Вопрос не в том, с кем он заключен, а как он заключен. Кто является, кто вводил эти персональные данные. Ведь на самом деле, я имея персональные данные и определенный доступ к телефону, то есть к электронной, назовем это, подписи, могу оформить кредит на любого человека. По ходатайству пока дополнение, уважаемый суд. Я считаю, что есть необходимость, потому что у них именно таким образом осуществляется оформление кредитов через СИДАДА. То, что мы сейчас здесь эту схему не засветили, она засветится в следующем судебном заседании, когда мы будем разбираться, понимаете. Вот чтобы не затягивать, заранее мы давайте истребуем вот эти договора, если они есть, они есть. Присаживайтесь, пожалуйста. Значит, суд определил. Данное ходатайство оставить неразрешенным до получения ответа с ХКФ банк по ранее уже определенному судом ходатайству. Что-то есть еще у участников процесса? Ну, пока нет. Пока нет. Итак, суд полагает, что возможно назначить основное судебное заседание. Пожалуйста, себе зафиксируйте дату на 7 июля в 12.30. Пожалуйста, распишитесь о том, что вы извещены. В случае уже каких-либо ходатайств на дату судебного заседания, вы в праве будете направить их в суд или заявить в судебном заседании. На сегодня все.